Все было хорошо, все сделано, все. Единственная радость была в деревне. Для местных это был не просто магазин, место сходки. Теперь пепелище. Узнать последние новости негде, да и купить макароны, муку, консервы тоже негде. И крупы, и колбасы, и конфеты, все это, пряники, печенье, лимонад. Ну все было так. Мне здание жалко. Здание жалко. Всю жизнь оно было. Жители вспоминают, когда в селе на фронт провожали, здание уже было. Пожар случился в этом году, 8 декабря, утром. Взорвался отопительный котел. К счастью, люди успели выбежать из огня. Жители уверены, что здание можно было спасти. Сначала загорелась одна стена. Любовь Арсентьевна, бывший учитель математики. Контрольной работой пожарных она недовольна. Я подошла к начальнику пожарки и говорю, я говорю, первый вопрос, как вы оцениваете вашу работу? Он говорит, наудовлетворительно. А я ему говорю, а я вашу работу оцениваю на кол с минусом. Местные говорят, у пожарных быстро закончилась вода. Они поехали в нашу водонапорную башню набирать воды, а света-то нету по деревне. Свет отключили. И все, они возвращаются. А что делать? Нечего делать. И пожарки уезжают за водой в косиху. 12 километров от нас. Я тупая, или мы все тут тупые до той степени. Я говорю, сто метров речка бежит. Сто метров. Сто метров озера. Так и ездили за водой до вечера. А магазин горел еще полторы недели. Периодически шел дым. Хозяева подсчитывают ущербы. Почти 800 тысяч рублей. Самое дорогое это оборудование, холодильники, все сгорело. А сегодня у местных праздник. В здании бывшего совхоза открывается символичный магазинчик. Пока без излишевств, но самое необходимое завезли. Концервы, сахар. Ну, вот так вот все. Сахар, сбички там. Но магазин не самое страшное. Оказалось, в лучевом уже давно нет почты, детского сада, школы, дома, культуры. Практически не ловит сотовая связь. И это всего лишь в 80 километрах от краевой столицы. А ведь здесь живут почти 150 человек, которые тоже хотят, чтобы им поставили елку, устроили новогодний концерт. Но после истории со сгоревшим магазином иллюзии не питают. Хоть бы не сгореть в следующий раз, когда про них опять все забудут. 19 век вообще. Вообще непонятно, куда мы. Нет цивилизации. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком.